Газпром «Нефть» Среди гонщиков здесь участвовали гонщики из Тюменской области, Хантамансийского округа, Ямал-Ненецкого и Свердловской области. То есть мы смотрелись очень даже предпочтительно. На очень сложной сургутской трассе ноябрьцы действительно демонстрировали высокое мастерство. Так Михаил Холодов после не совсем удачного старта в первом заезде, во втором сумел выиграть у двух чемпионов России прошлых лет. В первом заезде я упал в начале, на последнем месте был, и в течение всего заезда догонял и до шестого места добрался. А во втором заезде все удачно сложилось, я нормально стартанул, не падал и второе место занял. И по общему результату третье у меня вышло. Спортсмены «Газпромнефти» победили в трех классах, отлично выступили в классе мотоциклов с колясками и давно такого не было, попали в медали в женском заезде. Все это говорит о хорошей, качественной подготовке к стартовавшему сезону. А значит и болельщики, и спортсмены смотрят вперед с оптимизмом. Все как бы хорошо настроены. Не хочу, конечно, сглазить. Первая гонка вообще, на мой взгляд, очень неплохо прошла. Результат как бы все показали неплохой. Думаю, что и сезон, если так все пойдет, будет все хорошо, будет все сложится. Но вскоре жители Ноябрьска смогут и сами воочию оценить мастерство наших спортсменов, ведь 30 и 31 марта в городе пройдут традиционные соревнования Кубок Ямала. Команда «Газпромнефть», являющаяся многократным и действующим обладателем главного трофея, собирается в очередной раз продлить домашнюю прописку для Кубка еще на один год. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего года.